приветствую зрители и слушатели аудио-видео подкаста медицина просто с вами квашенов обращаю ваше внимание что в этом подкасте мы говорим только о медицине и только о здравоохранении это значит что в этом подкасте конкретно в этом я говорю только о здравоохранении только о медработниках и своих формулировках я максимально аккуратен и не говорю ничего лишнего и точно того же я ожидаю от вас в комментариях если вы там на ю тубе захотите что-то написать давайте вести себя адекватно цивилизованно вежливо и если вы вдруг с этим не согласны с этим условием то давайте вы просто закройте видео закройте подкаст и мы с вами разойдемся на доброй ноте ну а теперь к теме подкаста все медработники все люди которые имеют медицинское образование среднее или высшее знают что они являются военно обязанными и мужчины и женщины и вот у меня сейчас среди знакомых появились и медсестры и врачи которые прям на панике переживают что их обязательно мобилизует сейчас я подробности расскажу что там выяснилось но сразу говорю что с огромной вероятностью вас вас нужды никакой нет вас никуда не заберут вам никакой повестки не пришлют прямо с огромнейшей просто вероятностью кто сейчас в приоритете в ком наиболее заинтересованы во первых это мужчины фельдшеры анестезиологи реаниматологи и травматологи и ортопеды важно уточнение которые имеют опыт работы в зоне боевых действий или в системе медицины катастроф ну то есть например на ликвидации если вы работали на ликвидации там последствий каких-нибудь стихийных бедствий там какие-нибудь лесные пожары помогали пострадавшим либо там землетрясение вот такое вот то есть вы должны иметь определенный опыт работы интерес представляют именно специалисты которые обучены у которых есть определенный опыт работы абсолютное большинство медработников не интересны и уж тем более если вы оказываете какую-то высоко квалифицированную помощь какую-то сложную ну например устанавливаете кардиостимуляторы то даже в случае какой-нибудь ну проведу просто аналогию вторая мировая война великая отечественная врачи которые вы там вырезали легкие части части легких которые там проводили сложные операции они даже из города из городов не уезжали они работали в тылу чтобы оказать первую помощь чтобы вытащить раненого с поля боя чтобы ему перед перевязку сделать обезболить его и до организовать дальнейшую эвакуацию для этого даже не надо никакое медицинское образование иметь достаточно просто подготовки медицинской еще один момент который указывает на то что интересны именно специалисты скажем так подтверждает этот тезис это то что есть финансовые выплаты если человек мобилизует специалиста медработника то ему будут выплачивать дополнительные деньги плюс рабочее место за ним сохраняется мобилизовать человека который нихрена не умеет работать вот именно в определенной в этой стезе никому не хочется этот это себе дороже еще и деньги ему платить работаете вы в частной организации работаете вы в государственной организации без разницы если вы специалист вот в этой области если вы как я вот ранее назвал специальности вас могут мобилизовать но трудовой договор с вами он не расторгается он не прерывается он приостанавливается после мобилизации вы можете спокойно вернуться на это прежнее место работы. Еще один важный момент, который уточнили в Госдуме, это то, что если медработнику пришла повестка военкомат, а он при этом входит в группу людей, которые не подлежат призыву, то он должен с этой повесткой прийти в военкомат и уточнить, и указать внимание, обратить внимание на следующие моменты, что он не служил, что у него нет опыта боевых действий, а вот именно такие люди сейчас и нужны, что у этого человека нет опыта экстренной медицины, в этих специалистах сейчас нуждаются, ну и различные дополнительные моменты по типу, если человек если у человека находится на иждивении кто-нибудь из родственников, либо, например, изменен состав семьи, это беременность, если женщина, или есть беременная супруга, это тоже надо уточнять, это нужно говорить, что вот так и так есть беременная супруга, плюс бронь по месту работы, работодатель может забронировать конкретного специалиста за своей организацией, чтобы этого специалиста не мобилизовали, этот момент уточняйте в отделе кадров, ну и плюс, если вы студент и еще учитесь, то вас точно так же никуда мобилизовать не могут. И вот сейчас прям точная цитата, позвольте, я зачитаю. Повестка не означает, что вас сразу призовут служить в госпиталь или медслужбу в тылу, сверяют данные, обновляют информацию, и вы идете домой. Ну и последний момент, если вы доброволец и хотите сами добровольно отправиться в зону боевых действий, а такие, поверьте, есть, то вам нужно просто обратиться в ближайшие военкоматы, независимо, вы прописаны, зарегистрированы там по месту жительства или нет. Если вам хочется получить более какие-то конкретные детали, еще раз уточнить эту всю информацию, которую я вам только что сказал, ссылку на статью вот этого медвестники я прикреплю в описании, и в описании к подкасту, и в описании к видео. Все, увидимся в следующем новостном выпуске. Продолжение следует...